Вместе ровно год сегодня по всей стране отмечают годовщину со дня воссоединения Крымского полуострова и нашей страны. Напомню, Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого более 96% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения. Сегодня, спустя год после этого исторического события, миллионы россиян вышли на концерты и митинги. Отметили памятную дату и в окружной столице в Наринмаре на площади Марацей собрались десятки людей. Своих не бросим, навеки с Россией, Крым наш. Как и год назад эти лозунги на устах Наринмарцев. Моя коллега Надежда Литкова со свежими подробностями. Крым после расставания длиной в 20 лет провел свой первый год в составе России. 16 марта прошлого года 97% жителей Крыма и Севастополя на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Сегодня в Крыму налаживается производство, открываются новые предприятия, обновляется туристическая сфера. За год на полуострове сделано многое, еще больше предстоит сделать. За этот год произошло осмысление этого вопроса. Ведь никто не говорит о том, что в Крыму нет проблем. Конечно же есть проблемы, связанные прежде всего, может быть, не совсем хорошей обустроенностью жизни с точки зрения медицины, и образования, и бытовых каких-то условий, и условий для бизнеса и так далее, и так далее. Но самое главное, самое главное, что этот год показал, что мы на правильном пути, что мы все, другие регионы России, очень рады тому, что Россия присоединил Крым, что Крым снова вместе с нами, а это значит, все проблемы, которые стоят там, будем решать сообщат. Далекий Крым стал ближе и жителям Ненецкого округа. На Черноморском побережье отдохнули более 300 детей. Ольга Тагамлыкова, уроженка Наринмара, проживает теперь в Шотландии. В сентябре прошлого года Ольга сопровождала детей родного Ненецкого округа во время поездки на солнечный полуостров. Несмотря на возникающие проблемы, крымчане уверяли, главное, что теперь мы независим от Украины. Жители Крыма очень рады. Поэтому какая может быть еще позиция? Мы не встретили ни одного негативного ответа на наши, можно сказать, прямые вопросы. Как вы к этому относитесь? А действительно ли вы этого хотели сами? А не мешали ли вашему мнению вежливые люди? Вы знаете, нам всегда говорили одно и то же, ребята, мы никуда не присоединялись. Мы всегда были. Мы всегда были, есть Россия. Гордые жители России, радостные дети с патриотичными девизами поддержки на плакатах, самодеятельные коллективы во всех регионах страны собрались на площадях, чтобы вместе отметить годовщину большого события. У меня родственники там живут в Крыму. Да, теперь не надо мне ездить за границу. Теперь я езжу на свою территорию, территорию Российской Федерации. Очень хорошо. Да и людям хорошо, которые находятся в Крыме. Все за присоединением были. Все довольны. Я, например, очень рада и счастлива за это событие, которое случилось у нас в России. Крым наш. Он был всегда, он будет всегда наш. Иначе не может быть. Мне очень понравилось там вообще. И ребята такие, они веселые, такие же, как мы. Они как бы добрые. И не знаю, что против того иметь можно, против того, что Крым присоединили его к России. Он же давно-то был же, но в СССР, конечно. Но и сейчас я рад туда съездить еще отдохнуть. Это вообще бы шикарно было. Я, честно говоря, очень рад, что Крым все-таки вернулся домой, по своей законной родине. Как и год назад, в небо над площадью Мараций устремились воздушные шары цветов российского флага – символы мира, дружбы и единства.